Всем здарова, с вами Фрибро! И всем вообще доброго времени суток! Я сегодня очень рад, потому что мне выдалась возможность скачать вот такой вот мод на новый вид. Он как бы делает более объёмное ощущение игры. Вот так вот он выглядит, он вообще довольно эпичный и красивый. Это вообще новый вид, ну мне вообще очень понравилось, я решил его установить. И теперь вот будет вот такое вот у нас с вами приветствие, вот так я буду с вами здороваться. Ну что ж, ну давайте начнём обзор на мод. Этот мод добавляет в игру множество крафта, также мобов и ещё добавляет новый мир, да. Попасть в который будет довольно-таки нетрудно. Ну что ж, давайте приступим. Для начала я вас познакомлю с новыми мобами. Давайте вот начнём. Начнём по одному. Что ж, давайте ещё... Так, ночь, да, всё, уже ночь. Давайте призывать. Так, первый моб вампир. Выглядит он как человек, только у него красные глаза. На солнце он также горит. Да, горит вот такой вот. Так, давайте уберём скелета, вот вообще, чтобы он вообще тут никак не мешался. Он начнёт тут шмалять своими стрелами. Пока вампир не убежал, давайте я вот отключу гейммод, попробуем. Посмотрим вообще, сколько он нам нанесёт урона. Нам наносит по одному сердцу. Давайте. Убьём его. Четыре удара. Из него дропается кровь вампира. Так, давайте продолжим. Так, следующий. Это... Летучая мышь. Да, вот летучая мышь, правда, её вообще еле заметно. Но если мы её убьём, так же из неё выпадет кровь. Да, дропнится кровь. Так, следующий дварф. Ну, это вот такой вот, своего рода гномик. Маленький он, шахтёр. Он не агрится на вас. То есть вы, если его ударите, вот он, видите, вообще никак на меня не реагирует. Вообще, как будто меня тут нету. Давайте убьём его. Что же ещё с ним делать? Так, из него падает каменная кирка. Она мне сейчас не нужна. Так, давайте продолжим. Вервульф. Ну, это вообще, воистину, мощное существо. Он вообще сносит много урона. А, нет, так же. Одно хп. Давайте убьём его. Так, из него дропается мясо. Сырая свинина. Вообще, изволка. Ладно. Вот, человек-свинья. Вот так вот он выглядит. Он тоже не агрессивный. Если мы его, допустим, захотим убить, он вот тут ничего не будет делать нам. Просто будет... Он даже ходит. А, нет. Что ты меня обманываешь-то? Так, ладно. Давайте так же убьём его. Из него так же падает сырая свинина. Но тут хотя бы уже со смыслом. Так, гоблин. Гоблин он опасный. Давайте попробуем. Так, и начнёт он нас сразу месить. Нам отнимает по одному сердцу. Сейчас я не знаю почему, но вот из него должен дропаться наконечник. Да, наконечник. Позже я вам объясню, для чего он нужен. Так, гигант. Ну, гигант, я думаю, всем понятно. Чтобы сразиться с ним, нам нужно чуть-чуть подрегенить хп. Давайте чуть-чуть подождём. Ну, ждать придётся недолго. Потому что они довольно быстро регенятся. Так, вот. Так, давайте призовём его. Он довольно-таки тупой. Не побоюсь этого слова. Сравнивать с таким здоровущим гигантом. Так, давайте призовём его. Мощный, у него много жизней. Он также нам сносит по одному хелсу. Давайте убьём его. Вот видите, дистанция очень большая. И он высотой в 4 блока. Что даёт нам большое преимущество. Чтобы он нас не убил. Мы можем спрятаться вот по таким вот деревцам. И всё, как бы мы в защите. В общем, он нам ничего не сделает. Он будет ждать, пока мы не вылезем. И он начнёт нас убивать, да. Соответственно, вот видите, вот он ждёт. Всё подходит, подходит. Давайте попробуем его убить. У меня есть вот своего рода защита. Сейчас мы его по-быстрому убьём. И посмотрим, что же из него дропнется. Как мы видим, он очень живучий. Из него дропается кость гиганта. Вот такая вот косточка. И орк. Вот орк. Давайте вот лучше подождать, пока у нас жизнь немножко восстановится. Потому что, ну, как бы сам орк. Это уже само название. Говорит о нём многое. Все знают орков. Все их видели. Правда, не по-настоящему, но вообще фильмы. Орки — это мощь, это сила. Это вообще берсерки сплошные. Танки. Вообще, вот оружие у них мощное, соответственно. Давайте призовём. Вот он. Вот таким вот образом вот выглядит. И у него в руках, вот как мы видим, странный меч. Это меч огня. Он, если вот меня ударит, я начну гореть. Вот так вот я горю. Давайте потушимся. Надо потушиться. Так. И давайте убьём этого орка. Орки также живучие. Ну, этому хотело три удара даже. Я думаю, больше. Вот из него дропнулся меч, который вообще нельзя скрафтить. Он также... Такой же у него эффект, как был у орка. Мы также бьём трипа или моба. Там без разницы. Бьём его, и он также загорается, поджигается. Что ж, давайте. Он нам пока не нужен. И давайте приступим к крафту. Вот такие вот у нас вещи понадобятся для крафта. Так, давайте избавим инвентарь, а то глаза бросаются вот на эти вот доспехи. Так, начнём крафт. И для начала, вот, давайте я вас познакомлю. Вот, можно сделать... Как бы правильно выразиться. Вот мы ставим вот так вот кость гиганта, и кровь вампира. У нас получается вот такая вот кровавая кость. Что-то смешанное. И вот благодаря ей мы можем сделать вот такие вот стрелы. Что-то вроде копья, но для них нам понадобится перо. Давайте вот сейчас мы быстренько возьмём его. Вот здесь вот оно находится. Так, вот оно. Возьмём побольше. Так, и давайте скрафтим нам копья. Для этого нам понадобится вот эта вот кость, обмазанная в крови. Наконечник, который дропается с гоблина, если я не ошибаюсь. И пёрышко. У нас получаются вот такие вот копья. Но когда мы их бросаем, они вот летят криво. Вот мы видим то, что они шатаются в воздухе. И также, если мы кинем воздуху, они летят довольно-таки высоко. Не знаю вообще, вот. И урон мы получаем вообще безбашенный. Три с половиной сердечка. Их также подбирать можно. Это вообще мощное оружие. Но не последнее оружие, которое добавляет этот мод. Так, давайте я вам покажу, как сделать, так сказать, ядовитый меч. Материал для меча подойдёт вообще абсолютно любой. От дерева до алмазов. Но я больше предпочту алмазы. Они мне больше нравятся. Так, давайте сделаем, так сказать, зелье отравления. Ну вот, с ядом. Для этого нам понадобится бутылочка с водой. Такой вот бутылёк. Возьмём побольше, потому что нам понадобится довольно-таки большое количество. Вот так вот. И давайте сделаем их. Для этого нам ещё понадобится паучий глаз. Да, паучий глаз. Давайте вот тоже вот возьмём его. Где вот только он? Вот он, паучий глаз. И давайте скрафтим. Давайте скрафтим вот это вот зелье. Так, паучий глаз вот сюда. Кровь вампира. Ставится вот сюда. И сюда мы берём пузырёк с водой. У нас получается вот такое вот зелье отравление. Давайте скрафтим побольше. Думаю, 10 штучек. Или давайте уже добьём наши пузырьки с водой. Это нам понадобится убрать его. Вот давайте вам покажу, как вот скрафтим всё отравленное оружие. Тут надо ещё всё рассчитать. То, что, допустим, если вы поставите вот одну баночку, у нас вот получится вот такой вот меч. Тут мы видим немножко яда на нём. Он, так сказать, вот это зелье. Вот здесь есть шкала. Но вы не думайте, что вот когда вот кончится эта шкала, вы также будете наносить урон, и она будет, ну, как прочность ломаться. Но нет, вот у вас просто уйдёт эффект зелья яда. Он просто уйдёт, а меч останется, всё будет нормально. Но минус того, что после того, как у вас, допустим, если у вас есть одно зелье, вы сделали вот такой вот меч, и после того, как кончился эффект, вы уже не сможете добавить на него заново вот этот вот эффект яда. Так что лучше делать сразу всё в большом количестве. И так же вот зависит урон. Допустим, если вы поставите одно зелье, вот одну вот эту баночку, то он будет наносить довольно-таки мало урона ядом. Ну, я поставлю все. Вот у нас получается вот такой вот полный меч. Такого вот странного цвета. У меня цвет болота. Давайте я вам покажу, вот как вот он работает. Так, он свинюшка, хороший моб, так сказать. Давайте вот сейчас продемонстрирую. Он даёт очень хороший урон ядом. Практически мгновенно убивает любого моба. Ну, не совсем любого я вот пробовал. На большом количестве. Так же можно попробовать вот эти вот копья. Давайте, наверное, паука попробуем убить. Вот с этого вот меча. Вот. Один удар. Ну, вот паук, он сам ядовитый. Вообще, ну, на него яд не действует. Это вот тут уже продумано. Это классно. Вот. Свиньём убьём. Ну, вот видим даже красный вот такие вот, красный эффект. Не как обычный. Вот, допустим, зелёный вот такой, отравленный. Вот это уже до максимально прокачанный меч ядом. Вообще, мощно бьёт. Вот, буквально любого моба. Вот, даже свинюшка, он с одного раза. Вот, видим то, что она отравленная бегает. И вот тут как-то бывает крит. Вот, видите, вот мы её отравили. И всё, ей пофиг. Вот, мы бьём. Тоже всё равно. И вот так вот. Такой вот эффект, оказывается, на свинюшек. Он зависит тоже от мобов. На паука он вообще не действует. Ну, в общем, там сами разберётесь. Это, в принципе, не трудно. А, давайте попробуем ещё вот эти вот копья. Сделаем самую длинную вот натяжку. Ну, вот, видите, с одного удара мы валим эту свинюшку. Он довольно-таки удобный. Крафт несложный. Для этого нам понадобится убить великана. Но вот это сложно. Потому что в обычном мире он не спавнится. А спавнится только в другом мире. Что ж, давайте я вас сейчас вот туда вот перенесу. Это не трудно. Понадобится кровь вампира и обсидан. Обсидиан, точнее. Вот. У нас получается вот такой вот портал. Вот так вот. Но для переноса в другой мир нам вообще не понадобится ни какого крафта вот такого мудрёного портала, наподобие портала в ад. Вот так ставить блоки, поджигать их. Это всё вообще не нужно. Вот мы просто берём эту руну и жмём правую кнопку мыши. Она исчезает. И у нас получается вот такой вот портал. Он появился на довольно-таки неудобном месте. Давайте зайдём в него. Переносится довольно быстро. Вот мы появляемся вот в таком вот мире пустынном, вообще песчаном, где практически нет нормальной жизни. Вот ещё портал. Так, вот мы видим сразу мобов, которые нам вот бросаются в глаза. Вампир горит на свету, как я уже говорил. Вот тут орки, тут ещё обитают великаны. Ну, в общем, тут полное сборище монстров, которых я вам недавно показывал. Также вервульфы. И тут в этом мире ещё, помимо того, что здесь спаунятся вот эти вот мобы, тут есть ещё своя руда. Давайте я вам её покажу. Правда, с крафтом меня вообще не ознакомили. Вот это всё самое печально. Давайте я вот вам покажу. Она, в принципе, не отличается от обычной руды. Вообще практически ничем. Вот эти вот песчаные руды, так как в обычном мире у нас все ингредиенты... Ну, обычная руда, она у нас заключена в каменные блоки, а здесь в песчаник, потому что здесь вот такой вот пустынный биом. Всё должно подстраиваться. Так, и там осталось чуть-чуть вот блоков. Давайте вот их поставим. Так, какие блоки? Вот эти вот блоки. Также в Creative режиме можно довольно просто попасть в вот этот мир. Тут есть вот такой вот портал, который мы ставим. У нас получается вот такой вот кубик. Мы заходим в него, также, соответственно, появляемся в обычном мире. Нам это сейчас не нужно. Значит, уберём его. Так, возьмём кирку. И выключаем. Так, давайте начнём вот с этих вот вещей. Это пустынное железо. Оно не особо отличается. Ну, точнее, вообще ничем не отличается. Уголь также падает. Алмаз, соответственно, также. Редстоун и лазурит. Вот видим то, что они, в принципе, не отличаются, только внешностью. Так, вот эти вот руды, они используются для крафта ключей, которыми можно отпирать бонусные сундуки. Вот в этом вот мире, правда, ни один мне не довелось найти его. Это довольно-таки обидно. Я вам показал, конечно. Также вот небольшое дополнение к этому миру. Там вот такие вот красные кактусы. Как-то внешность тоже добавляют. Вот такие вот, так сказать, руды. Вот. Из них крафтятся ключи. Крафт я также не знаю, извиняюсь, заранее. Вообще, не получилось в этот раз вот так вот сделать. Сейчас, ладно. Но это не беда, в принципе. Так, ну вроде я вам всё показал. Ни о чём не забыл. Что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось моё видео. Не забывайте комментировать. Всем спасибо. Всем пока.